сейчас у меня в руках еще одно очень интересное на мой взгляд ружьем также достаточно старая модель отечественного производства это ТОС-34 на мой взгляд достаточно интересная вообще модель ружья разработчик или конструктор Николай Иванович Кровяков гениальный человек в этом ружье очень много инноваций то есть если когда мы говорили про ИШ мы говорили о том что там за основу было взят импортный образец оружия то здесь я так понимаю разработки у нас свои чистого листа и так у меня в руках ТОС-34 12 калибр 70 патроник ружье достаточно легкое весит примерно 350-3200 условно килограмм длина патроника 730 стволов 730 миллиметров выполнено оно в орехе имеет резиновый затыльник ствольная коробка у меня имеет резьбу художественную данная единица имеет регулятор регулятор эжекторов то есть я имею возможность его полностью отключить полностью включить то есть будет работать оба эжектора оба ствола либо поменять выброс верхнего и нижнего ствола предохранитель на этой модели кнопочный то есть для того чтобы я его имел возможность двинуть мне нужно нажать на торец предохранителя после этого он легко без звуков передвигается дальше данная единица имеет указатели взвода курков находятся они у нас вот здесь вот сейчас оружие разряжено курки соответственно индикатором утоплены переламывается ружье достаточно легко и сразу происходит взвод боевой взвод соответственно при закрывании ружье готово к вывести стрелу значит сейчас мы его разберем и обратим внимание на конструктивные особенности значит эта единица эта единица не имеет флажка как на серийных на более поздних моделях на туз 34 для удобства пользователей появился флажок сбоку справа достаточно простая конструкция то есть когда флажок находится в горизонтальном положении ружье собрано и готово к использованию когда флажок опускаем вниз ружье можно было переломить открывая очень удобно достаточно просто в моем случае ружье этого флажка не имеет но разбирается так же просто что мы делаем я нажимаю на первый курок двумя ручками и до конца выжимаю болтик и начинаю открывать свое ружье славу очень легко выходит на мой взгляд гениальность конструктора заключается в том что он сделал достаточно простую но очень надежную конструкцию запирания этого ружья она имеет два таких полукольца которые входят свои муфты имеет крюк который очень уверенно и плотно садится на колодочке то есть для того чтобы не собрать ружье недостаточно вставить полукольца своей муфты отвести крюк ружье собрано никакого шата ничего нет это позволило сделать достаточно низкую колодку но я думаю что это позволило может быть лишний вес убрать ружье очень прикладистая она очень кучная вот это ружье которое у меня в руках она имеет дульное сужение 1 и 3 и нижний ствол это чок единица то есть она достаточно кучная делалось видимо все-таки для каких-то дальних выстрелов честно скажу беру его очень редко на лишь на пенную охоту так вот чисто раз в год выгулять выгулять свое любимое ружье шка в остальное время я уберегу хотя в свое время съездил на тульский оружейный завод и заказал ему сменную пару слов пулевую там чистые цилиндры но как бы не стал их брать на обзор ничего них примечательного нет как обычная тульская железяка выглядят положенные в дерево неухватистые некрасивые ничего хорошего не скажу но убьют точно пробовал значит что еще про ружье должен наверное отметить ко мне ружье пришло в достаточно хорошем состоянии я имел удовольствие с ним несколько раз ходить на охоту после чего мне отпаялась антабочка я отвез его на тульский оружейный завод где попросил ружье обслужить и собственно вернуть антабку на место это наверное было лет шесть назад антабку на место вернули каким-то кустарным способом остался припой и так далее потому что на мой взгляд раньше конечно оружие делали на порядок качественнее с душой то есть люди продели за то что не делают сейчас все как-то аляписто получается вот очень хорошие очень прикладистые очень удобные особенность данного ружья заключается в том что у него несъемное цевьё цевьё сидит на стволах жестко с одной стороны это упрощает конструкцию то есть при разборе не надо его снимать но на мой взгляд опять же это дает определенную эстетику ружью вот в целом такой вот хороший симпатичная ружьишка можно добавить что 1900 могу ошибиться шестьдесят девятом году нам лепцицкой в оружейной выставке в германии это ружье было премировано то есть немцы оценили мысли конструктора качество изготовления достаточно хорошие заслуживаю внимание ружьем хорошо себя зарекомендовал на охоту уже долгие годы рекомендую